К реконструкции тепломагистрали в микроайоне аэропорт приступили еще в начале июня. Все делается для того, чтобы избежать серьезных аварий в отопительный сезон. Дело хорошее, но местные жители недовольны тем, что эти работы ведут второе лето подряд. И соответственно, второе лето люди сидят без горячей воды. Многие из них установили в квартирах бойлеры. Осложняется ситуация тем, что в микроайоне периодически возникают проблемы и с холодной водой. Холодная вода в этом году вообще проблема. Это просто трэш. Два дня сидели, два дня я брал баклажки, ехал в город, знаете куда? На колонку, чтобы просто взять воды, вот эти 19-литровые, привезти домой, чтобы просто, блин, смыть туалет. Вот, смотрите, 9537 КТЭК, представляете, 9500. А вот сейчас выставили счет они, уже 13 тысяч. Да, потому что моешься, нас 5 человек дома, да, дети. А он постоянно скидает, он вообще прям, он крутит вот так. Бойлер давно стоит, в прошлом году тоже 4 месяца. До сентября не было воды. А у нас маленькие дети, ладно, за электричество платим хорошо. В этом году сказали вроде как на месяц, а опять 4 месяца нет воды. Более того, горожан не устраивает то, как в последнее время в микрорайоне вывозят мусор. Плюс ко всему родители боятся отпускать своих детей гулять одних, так как во дворе и за его пределами есть открытые траншеи. Однако на этом проблемы не заканчиваются. Как оказалось, по словам жителей, в одном из домов периодически затапливает подвал. Весной талами водами, а прямо сейчас он стоит в воде из-за минувшего дождя. Каждый раз жители пытаются выкачать воду самостоятельно. Этот случай не стал исключением. Об этом нам рассказала Василия Джумабекова. Она живет здесь с 2014 года. По ее словам, все 10 лет эта проблема не решается. Женщины и ее соседи обращались практически во все инстанции. У нас в подвале вода, ничего не делается. Весной, как наш подвал топило, 8 сантиметров воды было у нас. В прошлый год делали вот это, ну трубы укладывали. Они плохо заделали. И весной вся вода пришла к нам в подвал. И вот смотрите, с весны, июнь, конец июня, у нас в подвале еще вода. А у тебя сейчас из-за дождя набежало? Ну, сейчас из-за дождя у нас полный двор воды. С потопом жители борются сами. Недавно они приобрели специальный насос. И теперь те, кто не занят, откачивают воду то с подвала, то со двора. По словам Василии Джумабековой, ПКСК навстречу не идет. И их жалобы игнорируют. Мы решили связаться с директором ПКСК, который обслуживает микрорайон-аэропорт. И узнать, что он думает по этому поводу. Во всех домах зашла вода. Во всех домах. Дождитесь, еще раз лежит. Ну, а вы вообще планируете сегодня, завтра отправить работников, нет? Нет. В порядке очереди. Там домов много, но за один раз я не могу все подвалы выходить. Ну, а когда им ждать тогда работников? В природу я не могу бороться. Ну, понятно. Ну, а когда им ждать работников? Не знаю. Позже ждут, вторая очередь. Хорошо, спасибо. Когда обращаются к каким городом, с каким городом, решают. Аэропорт писает, брудного вода, когда убирает. Тогда воды не будет. Работы по ремонту тепломагистрали продолжатся до конца сентября. Всего в этой части города без горячей воды остаются 49 домов. Валерий Тущев, Алина Альмишева, РТН.